Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется Ваера, и ее краткое содержание, собственно, Бог объясняет Маше порядок исхода, а потом начинается процесс подготовки Израиля и Египта, собственно, к самому исходу. И читая эту недельную главу, мы можем увидеть, собственно, только из десяти казней семь. Дальше продолжение. Но уже прочитав о семи казнях, мы можем увидеть очень интересные моменты, которые, скажем так, проливают свет на замысел Божий вообще, как таковой. Потому что, ну, традиционно существует такая точка зрения, что все это было только для евреев, ради евреев и все. Но если мы читаем внимательно недельную главу, то мы начинаем понимать, что у Бога есть цель не только евреев, евреям открыться, но мы знаем, что Бог также открылся и Египту. И, собственно говоря, сами казни, они тоже, вот все десять казней, они носят, вот каждая казнь, разный характер и разные нюансы, которые присутствуют в Торе, они дают нам понимание, что, скажем, в общем, вот я не буду анализировать каждую в отдельности, но в общем и целом можно увидеть такую интересную закономерность, такой порядок. То есть вот Бог открывается, причем открывается в первую очередь, по сути, не Израилю, а Египту в этих казнях. Значит, и у Бога нет цели уничтожить Египет, потому что сделать это достаточно просто. И мы знаем, что далеко не все египтяне погибли в процессе вот этого богоявления, скажем так, но часть погибла, часть осталась в разоренной стране и в разрушенной системе поклонения идолам, а часть египтян даже вышла с еврейским народом, понимаете? И это очень интересно. И, значит, казни условно можно как бы разделить на три уровня. Первый уровень – это часть казни ставит своей целью, собственно говоря, показать, что Бог, который открывается египтянам, это Бог, который стоит выше всех тех идолов, которым поклоняется Египет и вся египетская жреческая система. Вторая группа казни ставит своей целью показать разницу между египтянами и народом Божьим, между народом фараона и народом Божьим Израилем. И третья часть казни, она, собственно, ставит своей целью именно уничтожение вот этой вот безбожной идольской системы, в которой человек не рассматривается как личность, а просто как раб, как функция какая-то в этой системе. И, видя эту закономерность, собственно, знаете, можно представить это такой картиной. Вот я как папа, да, у меня есть дочка, она находится в каком-то окружении детей, где ее кто-то начинает обижать. Я как папа прихожу и спрашиваю, кто здесь главный, ну и кто-то из самых дерзких говорит, я главный, а в чем дело? Я говорю своей дочке, ну или мы своим детям. Отойдите в стороночку, то есть мы разделяем, а потом начинаем уже совершать суд, собственно говоря, над теми бесчинниками и безобразниками, которые обижают наших детей. Вот как бы картина примерно такая, чтобы было понятно, для чего я это все настолько упрощаю? Для того, чтобы мы понимали, что то, что происходило тогда, как мы видим в книге Откровений, оно будет происходить и уже происходит сейчас. Значит, и помните, как в начале книги Бытие сказано, что «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы». Так вот, когда Бог приходит в Египет и является Египтом, первым делом он показывает, что он таки здесь главный, и что силы выше него нет. Второе, что он делает, он показывает четкую разницу, которая очевидна всем. И евреям, и не евреям, что есть те, кто в завете с Богом, а есть те, кто вне завета с Богом. И опять же, что дальше Бог делает? Он, показывая эту разницу, он дает возможность тем, кто еще не вступил в завет, отделиться от тьмы и присоединиться к народу Божию. То есть мы должны понимать, что у Бога нет цели уничтожения человечества как такового, даже несмотря на наше духовное состояние. Но он хочет, чтобы мы отошли от тьмы, отделились от тьмы и прилепились к свету, прилепились к Богу и прилепились к его Машеху. И смотрите, Новый Завет, значит, Деяние, 14 глава, 21-22 стих. «Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, то есть они пришли со своим светом, ученики, да, значит, они проповедовали, возвестили этот свет для того, чтобы люди, услышавшие эту весть, как в Египте увидевшие своими глазами, чтобы они отделились от тьмы и прилепились к свету. И вот приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. И утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Вот эта новость, она нам может показаться несколько не очень радостной, хотя Евангелие – это радостная весть. Но если мы смотрим объективно в Писание, то мы можем увидеть очень такую картину, которая нам может показаться неприятной. Более того, скажу, вот последние пару дней мы дома общаемся о том, что время скорбей, что будут гонения и все такое. Надя периодически проходит, слышит, и как-то в один из вечеров она говорит, а, Оля прочитала ей отрывок из Нового Завета, где Ишо предупреждает, что будем гонимы, будем преследуемы и все такое. И она говорит, «А вы знаете, вот честно, я не хочу жить в это время. И я понимаю, что это желание каждого человека. И лжец тот, кто скажет, что он так не думает. Потому что сам Ишо, находясь в Гефсиманском саду, он молился и говорил, «Отец, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И мне пришлось, Надя, объяснять это, то, что когда Бог с нами, я ее провел через череду всех тех персонажей Библии, с которыми был Бог. Ишо, начиная от Ноя. Ной, потоп, значит, потом Давид, через какие он беды проходил, Гидеон, который боялся, но победил, Даниил, который выжил в львином рве, Сидрахмисах и Авденага, выжившие в огненной печи, когда слуги Новуходоносора погибли, Ишо, который умер, покорившись воле Отца, но при всем при этом Отец его воскресил из мертвых. И я ей объясняю, что, Надя, послушай, у Бога нет цели нас уничтожить, Он хочет, чтобы мы прошли. И если мы через это должны пройти, Он обязательно будет с нами, и Он нас укрепит. И еще одно место из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 18-21. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит мир вас. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают познавшего меня». Видите, здесь в 20 стихе тоже идет как разделение. Если меня гнали, вас будут гнать. Если меня слушали, вас будут слушать. То есть Писание нам показывает, что всегда есть две категории, две группы людей, которые по-разному откликаются на Божий свет. Понимаете? И Ишуа тоже в 3 главе Евангелия от Иоанна говорит, «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их злы». Те, кто любят свет, они стремятся к свету. Те, кто ненавидят свет, они уходят от света. И, собственно говоря, в книге Откровений мы можем увидеть, что будет происходить подобный процесс. И по большому счету уже процесс этот начинается, потому что мы видим вот эти вот процессы глобализации, процессы централизации, процессы тотального контроля. Мы уже не можем говорить о том, что у каждого из нас есть вот личная, ну, неприкосновенность личной жизни. Потому что Google о каждом из нас уже знает все. Понимаете? И поэтому мы должны, ну, четко понимать, что власть имущие – это очень богатые люди, которые приобрели эту власть благодаря своему богатству. Но я вам скажу, что такое богатство честным путем приобрести нельзя. Если кто-то из вас когда-то где-то у кого-то что-то украл, он… Вот у меня такое было, спасибо Господу, он избавил меня от этого. И я вам скажу, всегда есть страх разоблачения. А когда есть страх разоблачения, хочется как-то себя защитить. И вот власть имущие, собственно говоря, руководствуясь такой мотивацией, они организуют все вот эти вот глобализации, контроли, все такое, для того, чтобы просто защитить себя, защитить свою власть, защитить свои финансы. Понимаете? И этот процесс, этот процесс неизбежен. Понимаете? И, а раз это неизбежно, то мы рано или поздно в той или иной мере становимся рабами этой системы. Евреи пришли свободными в Египет, но в конечном итоге стали рабами. Почему? Потому что пришел к власти фараон, который не знал Иосифа, не знал Бога Иосифа и Бога Израиля. И у него возник страх. А вдруг придут на нас войною, а евреи объединятся с нашим врагом. То есть реальной угрозы нет, но есть страх. Понимаете? Мотивация та же самая. В конечном итоге евреи становятся рабами. И Ишуа не зря предупреждал, что эти скорби будут, эти проблемы будут. И вопрос на самом деле не в том, в какие обстоятельства мы попадем. Вопрос в том, сможем ли мы пройти это обстоятельство. Ишуа в книге Откровений говорит, претерпевший же до конца спасется. Но тут есть один небольшой нюанс. Этот нюанс очень хорошо демонстрирует притча с девами и светильниками. Понимаете? Пока сейчас вроде бы все так неплохо, то есть еще все не так страшно, как будет. Мы думаем, ну нормально. Знаете, нам по привычке хочется верить в то, что все будет хорошо. Все будет завтра лучше, чем было сегодня. Написание нас предупреждает, что лучше не будет. Хуже будет, лучше не будет. И это для пользы человечества, для покаяния, для обращения тех, кто еще не обратился. А что же нам делать? Тут есть очень важный момент. Если мы ждем времен скорби и надеемся, что мы их пройдем, но при всем при этом свое сердце сейчас не храним и не исследуем свое сердце, верили мы, то когда придут скорби, у нас не будет времени накачать себя верой. Когда придут скорби, мы сломаемся. Поэтому о том, чтобы пройти скорби, думать надо сейчас. И готовить свои сердца, свои жизни, своих родных и близких, свои семьи надо готовить сейчас, а не тогда, когда это обрушится на нас внезапно. Поэтому я увещеваю каждого из вас, не пренебрегайте своей духовной жизнью. Потому что на самом деле духовная жизнь, ценность жизни нашей души, бессмертной души, она намного важнее физической нашей жизни. Понимаете? Поэтому давайте мы будем сосредотачивать свой взгляд на нашем мессии, который прошел скорби, который прошел смерть, но который воскрес. И обещал, что те, которые его, он воскресит нас в последний день, если нам придется умереть. А может быть, он нам даст дождаться его и не умирать вообще. Спасибо большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»